Подготовка к летнему оздоровительному сезону 2013 года начата у нас заблаговременно. Она находится на постоянном контроле и выполняется нашим министерством, местными исполнительными органами и другими заинтересованными государственными органами. Разработан план мероприятий, имеется необходимая нормативно-правая база. Проделана большая работа, ее результат позволяет выйти на следующие показатели. С всеми формами оздоровления и занятости будут охвачены свыше 2,1 миллиона детей и подростков, или это 92% их контингента. Это выше, чем в прошлые годы. Здесь два направления работы – оздоровительный отдых и занятость детей. По первому направлению планируется оздоровить около 1,3 миллиона детей, или это 58,9%. Предусмотрена работа 10 487 оздоровительных лагерей и площадок. Это существенно больше, чем в 2012 году, почти на более чем на 2 тысячи. Отдых в пришкольных лагерях выполняют развивающую, оздоровительную, образовательную, культурной, коммуникативной функции. Количество пришкольных лагерей увеличилось в семи регионах республики. К началу летнего сезона в республике будет открыто еще 5 новых объектов оздоровительного отдыха на 755 мест. Это в Кустанайской области 1, Западно-Казахстанская 3, Павлодарской областях 1. В рамках частного государственного партнерства будет работать 82 оздоровительных лагеря из 221. Особое внимание уделяется детям из социально незащищенных слоев населения. В текущем году охват детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей составит 450 тысяч из 680 тысяч. Это примерно 65,4%. Местными исполнительными органами на отдых детей-сирот выделяется из местного бюджета 1,7 миллиарда тенге и детей из малообеспеченных семей 2,7 миллиарда тенге. Это, надо сказать, более чем в два раза выше, чем в прошлом году. Будет продолжено оздоровление более 6 тысяч детей в республиканских центрах Бубек и Балдаврен, а также реабилитация полторы тысячи детей с ограниченными возможностями в Национальном центре коррекционной педагогики. По второму направлению организации занятости детей в текущем году начнут работать 9 тысяч пришкольных площадок, дворовых клубов, кружков по интересам. По всего различными видами трудовой, краеведческой, творческой, спортивно-массовой, интеллектуальной занятости планируется охватить полтора миллиона детей, или это 66,7%. Особой популярностью среди детей пользуется краеведение. Так стало традицией посещения школьниками города Астаны. С целью изучения родного края и знакомства со столицей запланировано свыше 5 тысяч туристических походов, поездок и выездных спортивных сборов для 400 тысяч школьников, или это свыше 17%. В сфере трудовой занятости будут действовать 7 тысяч трудовых отрядов, семейно-арендных бригад и лесничества. В них будут заняты около 600 тысяч школьников, или 25,6%. В регионах внедряются и новые летние воспитательные проекты. В этом году Североказахстанская область во всех лагерях организует летние школы казахского языка. В Павлодарской области дан старт областному конкурсу на лучший педагогический отряд «Баладо Стара». Регионы поделятся новыми идеями в рамках республиканского конкурса «Лучшая организация летнего отдыха». Максимально будут привлечены наши дети занятостью, особенно дети, которые относятся к группе риска. Состоящие на внутришкольном учёте и ОДН будет занято 10 200 детей, или это почти 94%. Дети из неблагополучных семей – 26 500, это примерно 84,3%. Также ежегодно ведётся мониторинг охвата летним отдыхом отдельных категорий детей. Это туберажные дети, дети из семей чернобыльцев, афганцев и так далее. Это позволит более качественно организовать их летний отдых. Кроме того, в целях развития интеллектуального потенциала школьников в рамках распоряжения премьер-министра Республики Казахстан предусмотрен бесплатный отдых одарённых детей. На него из местного бюджета выделяется около 300 миллионов тенге, что на 210 миллионов больше по сравнению с прошлым годом. Планируются следующие показатели охвата одарённых детей. Обучающиеся, закончившие 1-10 класс на отлично – около 200 тысяч детей, или это 70%. Победители интеллектуальных творческих спортивных соревнований и конкурсов – около 100 тысяч детей, или это 84,3%. В целом, на летний отдых детей из социально незащищённых категорий и укрепление материальных и технических базов в 2013 году из местного бюджета планируется выделить 5,5 миллиарда тенге, что на 2,7 миллиарда тенге больше, чем в прошлом году. Кроме того, за счёт родительских средств дети будут оздоровлены на сумму 3,6 миллиарда тенге, что на 1,9 миллиарда тенге больше, чем в прошлом году. В числе основных функций министерства в рамках этой работы – мониторинг ситуации и методическое сопровождение обеспечения. В этом направлении проведён республиканский семинар-практикум педагогических отрядов и организаторов летнего отдыха в городе Алматы, организованы курсы повышения квалификации педагогов дополнительного образования, инновационные подходы в деятельности детских лагерей в городе Уральске. В помощь педагогам разработаны методические рекомендации, программа для пришкольных лагерей, справочник детских оздоровительных лагерей и т.д. Ежегодно для работы с детьми в летний период задействовано свыше 40 тысяч медицинских работников, студентов педагогических колледжей и вузов педагогические отряды вожатых. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы. Капитальный ремонт объектов летнего отдыха на общую сумму 554,7 миллиона тенге предусмотрены в семи регионах республики. Текущий ремонт объектов проведен практически во всех областях. На укрепление материально-технической базы выделены средства из местного бюджета на общую сумму 344,8 миллионов тенге в 10 областях республики. Немаловажную роль в предоставлении летнего досуга играет организация дополнительного образования. В соответствии с поручением главы государства данного на совещании с акимами областей, городов и районов в ноябре 2012 года местными исполнительными органами принимаются меры по расширению их сети. Так, в трех областях Алматинской, Атраусской, Мангостаусской начата работа по строительству современных дворцов-школьников. Уважаемые участники совещания, мы выходим на финишную прямую организации летнего отдыха учащихся. В дополнение к сказанному, хотел бы обратить ваше внимание еще на ряд аспектов. Во-первых, обеспечение загородных лагерей безопасной питьевой водой. По данным Министерства здравоохранения, РК централизованным водоснабжением обеспечено только 118 лагерей, это 54,4%. На привозной воде 30 лагерей, это 13,8%. Установлены скважины, колодцы в 69%. Во-вторых, работа по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей должна быть приоритетной и проводиться в тесном взаимодействии с государственными органами и местными исполнительными органами. Места летнего отдыха детей детально обследования представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям. Комитета государственного санэпидемиодзора Министерства здравоохранения выданы предписания и информации по противопожарному санитарно-эпидемиологическому состоянию объектов, питанию детей и так далее. Все недостатки на местах сегодня активно устраняются во взаимодействии с соответствующими органами. На всех объектах отдыха организовано медицинское обслуживание. По данным Министерства внутренних дел, к охране общественной безопасности и порядка привлекается более 4 тысяч сотрудников полиции. В 2012 году было 4 тысячи, в этом году такую же цифру сохраняем. Ежегодно в июне-августе совместно с органами образования, органы Министерства внутренних дел проводят оперативно-профилактические мероприятия каникулы. Все эти механизмы взаимодействия сегодня хорошо отработаны и теперь задача эффективно использовать их в ходе летнего отдыха детей. Назар Ларансгар Ахмед.